Добрый день, уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим... Так, минутку... Так, прошу прощения, техническая накладка, звук наложился. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Кто справляет католическое Рождество с уже наступившим католическим Рождеством? Очень рад вас видеть всех на нашем вебинаре. Пожалуйста, поставьте плюсик, если все нормально со звуком и изображением. Отлично! Итак, у нас сегодня вебинар посвящен созданию курса Moodle. Ну вот, посоветовавшись с Павлом, мы решили сегодняшний вебинар ориентировать на самых-самых новичков. Поэтому, к сожалению, как бы мне не хотелось углубиться в дебри и показать вам чего-нибудь этакое, я буду здесь себя сдерживать и стараться показать то, что будет понятно и, самое главное, то, что будет полезно тем, кто только-только начинает, делает свои первые шаги. Ну, по возможности, где-то буду стараться что-то упоминать, но здесь, наверное, если будет запрос на отдельный вебинар по хитростям и особенностям, то мы с Павлом его организуем, присылайте тогда свои вопросы заранее, чтобы вам хотелось увидеть, узнать, что, может быть, не получается сделать. И тогда вот по мотивам этих вопросов организуем уже вебинар для продвинутых. Пока, пока для самых начинающих. Итак, чем мы сегодня будем заниматься? Предположим, что у нас только-только свеже установленная система электронного обучения, и нам необходимо создать ваш первый электронный курс, наполнить его материалами, создать в нем работу с проверкой вручную, и также создать в нем тест, ну, плюс кое-что еще. Собственно говоря, по этой программе мы и будем двигаться. Как многим из вас известно, Moodle представляет собой веб-приложение. Сейчас он у меня на экране открыт. Соответственно, войти в него можно через любой браузер, набрав свой логин и пароль. Для того, чтобы заниматься разработкой курсов, вам нужен логин и пароль с соответствующими полномочиями. У меня здесь полномочия полного администратора, поэтому я сам могу создать себе курс. Если бы у меня таких полномочий не было, мне бы пришлось обратиться за помощью коллеги, которые администрируют систему, с тем, чтобы он создал для меня курс и назначил меня туда преподавателем. Только так я смогу начать этот курс разрабатывать. Ну, не все сразу понимают такую особенность Moodle. Он не различает на уровне всей системы студентов и преподавателей. В Moodle присутствуют только пользователи. Даже администратор, соответственно, имеет параллельно функции преподавателя и студента. Поэтому в одних курсах я могу иметь права преподавателя, в других курсах я могу быть только студентом. Ну, если я полный администратор системы, то во всех курсах у меня есть полные права. Я их могу видеть и как студент, если захочу, могу переключиться к этой роли, и как преподаватель. Вот уже поступил первый вопрос. Не совсем по теме нашего вебинара. Можно ли сделать так, чтобы люди автоматически авторизовывались со своих рабочих мест, и им не нужно было вводить логин и пароль? Ну, есть несколько способов это сделать. У каждого способа есть свои особенности. Первый способ это интеграция с корпоративной системой Active Directory, которая во многих организациях внедрена. Тогда в минимальном варианте у вас будет просто вход по логину и паролю из тому же самому, под которым вы входите в свою систему. В максимальном варианте, да, возможно, авторизация без логина и пароля, но этот способ требует некоторых настроек со стороны администратора Active Directory. Не всегда у них это получается почему-то, и, соответственно, не всегда это работает надежно, как ожидалось. Поэтому вот на моей памяти очень редко кто эту функцию использует, именно сквозной уход. Есть более надежный вариант. Если у вас используется MS Office 360, либо используется корпоративный Google аккаунт, корпоративный Яндекс аккаунт, то можно наладить сквозную авторизацию по протоколу OAUS, то есть ваш пользователь должен быть уже авторизован, например, в корпоративной почте, и тогда он в один клик авторизуется в Moodle уже без ввода логина и пароля. Ну, также, если у вас есть какой-то корпоративный портал или личный кабинет, можно путем небольшой доработки интегрировать систему с ней, чтобы пользователь уже из своего личного кабинета входил в Moodle без авторизации. Итак, первое, с чего мы начнем, это мы создадим наш курс. Естественно, мы можем это сделать, как я уже сказал, только если у нас есть права администратора. Я вхожу в меню администрирования, выбираю курсы, управление курсами и категориями. В Moodle курсы размещены по категориям, это можно сравнить как файлы и папки. По умолчанию у вас одна общая категория, куда вы добавляете все курсы, но если у вас курсов больше, больше, чем умещается на одной странице, то удобно создать древовидную иерархию этих категорий, распределить их. Ну вот у меня, смотрите, здесь категории разные. Курсы сообщества, первый маршанский институт, это демо-сервер, примеры настройки базового шаблона оформления и электронный деканат. Ну и также есть скрытая категория корпоративное обучение. Давайте работать с разделом разное. Всем ли нормально видно? Может быть шрифт побольше сделать? Итак, я зашел в категорию разное, здесь у меня уже какие-то курсы есть, напротив них у меня есть значки добавить, поменять их местами на витрине, передвинуть, редактировать настройки, скрыть курс. И вот наверху у меня кнопка создать новый курс. Для того, чтобы создать курс, я должен как минимум указать, видите, помечены звездочками полное название курса. Так, давайте я сейчас чуть-чуть побольше сделаю. Так, немножко сдвинутся у меня формочки, потому что не умещаются на экране, но зато вам будет лучше видно. Видите, он мне уже написал, я пытался уйти из этого поля, что это поле обязательное. Назовем наш курс практикум по созданию курсов Moodle для начинающих. Также система запрашивает краткое название курса. Это очень важный параметр. Он будет виден у ваших пользователей в крошках, то есть когда они зайдут в курс, у них будет отображаться в меню навигации не полное его название, а краткое. Кроме того, это же название будет дано файлам резервных копий, если вы будете их скачивать. Оно может применяться при импорте списков слушателей напрямую на этот курс. Есть еще несколько вариантов это сделать, например, по ID курса. Ну вот, краткое название тоже применяется. Поэтому выбирайте что-то и читаемое, и короткое. При этом я бы советовал называть латиницей без пробелов. Не всегда это актуально. Сейчас часто все работает хорошо и на русском языке с пробелами. Но в зависимости от особенности, кто ставил вашу систему, как, на какую операционную систему, с русскими названиями могут возникнуть проблемы, потому что система дает эти названия файлам, которые вы выкачиваете в зерной копии. Я назову его MoodleBeginner. Не опозорится бы, как правильно пишется, Beginner по-английски. И дату, то есть 18, 12, 26. Так, я указываю, что курс у меня будет сразу видимый. Если я поставлю скрытый, это разумно делать в большинстве случаев, то ученики не смогут увидеть этот курс ни в оглавлении, ни зайти в него, даже если вы их напрямую подпишете. Пока вы создаете курс, разумно его делать скрытым. Главное не забыть потом сделать его видимым, потому что иначе, даже если вы включите туда учеников, они зайти туда не смогут. Дата начала курса. В зависимости от формата курса, она может отображаться ученикам или нет. Тем не менее, очень многие параметры от нее отсчитываются. В целом, курсы делятся на постоянно действующие, то есть, которых дата начала не имеет смысла. Он, когда ученик в него записался, собственно, от даты его записи и стартует его обучение. И потоковые. Вот для потоковых дата начала и окончания имеет значение. Можно включить там сразу понедельную разбивку, чтобы эти даты по неделям отображались в оглавлении курса. И когда вы закончите поток, вы просто перезапускаете курс уже с новой датой. Так. Ну вот у меня дата окончания не указана. И выставлено, что дата окончания будет выставлена из числа разделов. Это означает, что система даст по неделе на каждый раздел курсов, смотря сколько я их создам. Также система предлагает мне указать идентификатор. Он нужен при импорте-экспорте и при некоторых автоматических операциях. Описание курса. Приложить некоторые файлы к описанию курса. Ну и ряд дополнительных полей, которые нам сейчас не очень нужны в нашем практикуме. Ну это разве что в поле формат. У меня поддерживается вот в моей системе 6 форматов. У вас в зависимости от того, как у вас система установлена, это количество может быть другим. Обязательно у вас будет формат разделы по темам. Это классический вид для Moodle. Собственно, почти в нем мы и будем работать с некоторыми изменениями. Разделы по неделям. Это почти то же самое, но еще помимо заголовки темы есть еще неделя. Формат форум в России не очень популярен. Это формат курсов сообществ, где, собственно, оглавление курса представляет собой форум для учеников. Вы по-прежнему можете добавлять туда материалы, но основное, что там видите, это форум. Это удобно для различных курсов консультации, курсов сообществ. Единичный элемент тоже очень важный. Мы сегодня не будем внимательно его смотреть. Например, если вам нужно создать курс-экзамен с тестом, который начинается сразу же, как только ваш ученик вошел в курс, тогда ставим вот этот формат единичный элемент курса. То есть это курс, состоящий из одного единственного материала. Это может быть скорм-пакет, может быть тест, может быть видеоматериал. И подписка на курс будет означать подписку на этот материал. Надо спрашивать, а как мне подписать студента не на курс, а на тесты? Ну, это немножко другой формат обучения. Вот в этом случае вы каждый тест заводите как самостоятельный курс. Тогда вы можете управлять подпиской на каждый тест в отдельности. Ну, это обычно предполагается, что они не идут ни в какой последовательности, а просто у вас есть аттестация по разным темам. Так, ну, просят еще побольше. Вот если я сделаю совсем побольше, то, наверное, у меня все очень на экране разъедется. Вот я сделал так, плюс 150 процентов, больше не могу. Так, я выбираю формат курса открытой технологии. Это наш фирменный формат. У него есть ряд дополнительных опций, но в целом все, что я буду показывать, кроме некоторых опций оформлений, оно будет актуально и на всех остальных форматах. Ну, здесь просто чуть-чуть поудобнее, чуть-чуть побольше инструментов. Я выбираю, что показывать все секции на одной странице, либо показывать одну секцию на экране. Это, собственно, одна из опций вот этого фирменного формата. Одна секция на экране – это курс в режиме, оглавление курса в режиме презентации. Ну, я сейчас могу показать, как это будет выглядеть. Так, сейчас. Вот этот курс в режиме презентации удобен, если вы используете материалы на очных занятиях. Либо показываете их сами с проектора, либо ваши слушатели заходят с каждой со своего компьютера и выполняют задания непосредственно в классе. Сейчас. Я найду какой-нибудь курс в этом формате, чтобы его показать. Так, это я открываю курс в витрине. Это его промежуточная страница для слушателей, которые еще не авторизованы, если этот курс предполагает, что будете собирать заявки с неавторизованных пользователей. Итак, вот он, курс в формате презентации. Каждая тема – это один слайд. Соответственно, если вы занимаетесь в классе, вы говорите, войдите в курс, откройте вкладку номер 5. Или открываете сами ее на проекторе, так, чтобы оглавление поместилось на экран, и чтобы не пролистывать. При дистанционном формате, конечно, удобнее выбрать тот вариант, который я до этого показывал – показывать все секции на одном экране. Здесь же вы можете выбрать число секций – это сколько тем у вас будет в одном курсе. Показывать их в одну колонку, в две или экспертный режим – я выберу экспертный режим. То есть, я могу для каждой секции выбрать, сколько колонок в ней будет. Так, и также ряд параметров отображения, которые тоже есть только в фирменной теме, но в остальном принцип тот же самый. Давайте я выберу, оставлю все по умолчанию. Что здесь еще у нас можно настроить? Можно указать для курса принудительный язык. Вот у меня в системе включено три языка – это русский, английский и латышский. Ну, вы знаете, что Moodle поддерживает большое количество языков. Вы можете установить принудительно, что все, кто переходит в ваш курс, у них интерфейс переключается на русский. Иногда это бывает полезно. Могут ли студенты видеть весь журнал оценок? И могут ли студенты видеть подробные отчеты о деятельности? Но это мы чуть позже тоже рассмотрим. Также здесь вы можете ограничить максимальный размер загружаемого файла. То есть ваш курс будет состоять, включать файлы. Возможно, даже вы захотите загрузить в курс видеоролики. И каждый файл имеет собственный размер. Поскольку файлы загружаются через веб-сервер, который имеет свои ограничения, хранятся на сервере, тоже занимает место, вы можете остановить ограничения. Ограничения нескольких уровней. Самый верхний уровень устанавливает системный администратор, который настраивает операционную систему на вашем сервере. Выше этого размера вы в настройках поставить размер файла не можете. Следующий уровень настраивается глобально для всего Moodle. Ну и вот исходя из этих двух уровней, у меня здесь 20 мегабайт, и я могу выбрать только более маленький размер. Ну и я ставлю по умолчанию 20 мегабайт. Опять же, тут может быть и гигабайт, это все зависит от настроек сервера вашего. Отслеживание выполнения. Мы потом к этой функции вернемся еще. У меня она включена. Что это означает? То есть система может для каждого слушателя, давайте я покажу, отмечать, какие материалы он уже прошел, а какие еще нет. Сейчас загрузится уже готовый курс. Вот видите, галочками отмечены те материалы, которые я изучил. Вы в настройках каждого материала будете создавать критерии, когда этот материал считать изученным. Вот если не включить вот эту опцию отслеживания выполнения, то это у вас все работать не будет, будет курс без отслеживания выполнения. Если включить, то у вас будут вот эти опции, на основе их можно посчитать и в личном кабинете отобразится процент выполнения курса, плюс у вас есть отчет, помимо оценок, отчет по выполнению данного курса. Группы. Режим групп. У меня по умолчанию режим нет групп. Он самый простой. Если у вас в курсе одновременно занимается несколько потоков, вы можете включить либо видимые группы, либо изолированные группы. Чем они отличаются от собой? Видимые группы позволяют ученику заглянуть в другую группу, посмотреть, что там делается. А изолированные группы создают ученику впечатление, что его группа единственная занимается на курсе. Нигде ни в форумах, ни в перекрестном оценке заданий они не увидят никаких следов деятельности другой группы. Принудительный групповой режим. Это значит, что всем материалам курса будет выставлен тот же режим групп, какой вы установили. Если его не включать, вы можете, например, создать общий форум, где будут все группы, а остальные материалы разделить по группам. Переименование ролей. Вместо студент написать, не знаю, какой-нибудь скаут-исследователь. Это полезно, если у вас в курсе предполагается какая-то ролевая игра. Теги. Это больше для поиска курса по витрине, чтобы вашим студентам, если курсов у вас в системе много, чтобы вашим студентам можно было его найти. Я задал параметры, и теперь нажимаю сохранить и показать, чтобы перейти вновь в созданный курс. У нас накопились какие-то вопросы. Эльвира спрашивает, в какой версии доступен этот формат. Ну, как я уже сказал, формат открытой технологии доступен в профессиональной версии, а остальные форматы доступны в любой версии. В целом, как я уже сказал, они довольно похожи, только различаются некоторые опции. Здесь сразу же нам предлагают, после того, как я создал курс, нам предлагают записать на этот курс пользователей. Это не обязательно делать сразу, особенно если вы курс планируете только разрабатывать, кроме одного единственного случая. Если вы сами создаете курс, но не являетесь администратором системы, вам администратор может создать право создать курс. Создатель курса может только создавать курсы и больше ничего. Соответственно, если вы вот на этом экране при создании курса не укажете себя как учитель, то вы после создания курса не сможете с этим курсом работать. Поэтому вот в этом случае, если вы создаете курс не как администратор, а как создатель курса, не забудьте себя на него записать. Я это сделаю, хоть и в данном случае этого и не требуется. Я нажимаю записать пользователей на курс. Выбираю, что я хочу найти себя по фамилии. Вот он нашел меня. И я выбираю, что я хочу записать себя на курс с правым учитель. Если бы у меня были глобальные группы, я бы мог присоединить... А, ну вот у меня одна есть. Но я ее не буду присоединять. Вот у меня есть глобальная группа 1. Я мог бы ее прямо здесь же целиком подписать на курс, но здесь уже не перепутайте. Ее нужно не учителем назначать, наверное, а ученику. У нас есть здесь дополнительные параметры. Восстанавливать старые оценки пользователей, если это возможно. Ну, это уже продвинутый режим, но, наверное, все-таки расскажу. То есть, если вы отписали слушателя от курса, у него все оценки, какие были, они из статистики пропадут. Но пропадут не окончательно. Пока вы не нажмете кнопку «Reset курс» на английском, сейчас на русском вспомню, как называется, у вас все эти оценки будут скрыто храниться. И если вы запишите пользователь на курс с галочкой «Восстановить старые оценки», то он начнет с того места, в котором продолжил, когда вы его отчислили. А вот если эту галочку не ставить, то он начнет курс проходить с нуля, с самого начала. Здесь же я могу ограничить продолжительность обучения данного слушателя, если захочу, и указать, с какой даты у него обучение начнется. То есть, если я укажу здесь какую-то дату в будущем, то, несмотря на то, что он будет подписан на курс, пока он в курс войти не сможет. А сможет зайти только после этой даты. И только до даты, которую вы здесь укажете, после чего система его автоматически отчислит. Но чаще всего это, конечно, на платном обучении использует. Итак, я записал себя. Сейчас я здесь появлюсь в списке участников. В целом я могу после этого переходить к разработке курса. Здесь у меня также покажу еще, что у меня здесь есть некоторые операции с пользователями курса. Те, которые меня интересуют, я могу выделить. Либо вот здесь я их могу искать по различным параметрам. По роли, по ключевым словам. И с выделенными участниками я могу прямо здесь проделать некоторые операции. Например, отправить сообщение. Сообщение уйдет слушателю либо через всплывающее окно, либо на почту, либо смс, если у вас подключен этот способ отправки. В зависимости от настроек вашей системы. Добавить заметку. Эта заметка не будет видна слушателям. В Moodle можно ко многим объектам добавлять заметки. Видны они только тем, кто этими объектами управляет. Соответственно, через эти заметки вы можете оставлять скрытые от студентов комментарии про них для других преподавателей и для себя самих. Ну, все-таки из опыта советую ничего такого уж особенно обидного для студентов в этих комментариях не писать, потому что человеческий фактор. И никто не застрахован, например, от того, чтобы вместо добавить заметку нажать «Отправить сообщение» и на автомате вписать все, что вы думаете об этом студенте. Будет очень неудобно. Так, и отсюда я уже перехожу к самому курсу. Вот так он у меня выглядит. Пока что 10 тем пустых, которые названы секцией 1, секцией 2, секцией 3 и так далее до 10 секций. Сейчас мы с вами их отредактируем. Для того, чтобы войти в режим конструктора курса, нажмите кнопочку «Режим редактирования». Жанна спрашивает, будет ли запись. Да, запись будет. Собственно, она станет доступна сразу после демонстрации. Спасибо за замечание. Постараюсь помедленнее рассказывать. Очень хочется побольше всего рассказать. Извините. Буду стараться ограничивать себя. Итак, сейчас мы находимся на странице редактирования нашего курса. Она отличается от страницы просмотра тем, что у нас есть элементы оформления. Давайте осмотримся, что у нас в целом здесь есть. У нас есть шапка. Здесь размещен логотип вашей организации. Ну, в данном случае это логотип продукта. Но при настройке системы ваш администратор, конечно же, заменит его на логотип вашей организации. И включены корпоративные цвета. Опять же, это все можно через настройки сделать. В шапке у нас есть, помимо вот этого, элементы оформления. Во-первых, ссылка на профиль пользователя. Если я по ней кликну, появляются ссылки на личный кабинет. О пользователе. Чем отличается личный кабинет от о пользователе? Личный кабинет предназначен для самого пользователя. А у пользователей он предназначен, это профиль пользователя, для других пользователей посмотреть, кто там у них с ними вместе учится, кто там у них преподаватель. Вы можете настроить, чтобы профили пользователя были скрыты. На профиле пользователя пользователя можно написать информацию о себе, загрузить фотографию. Там видны курсы, в которых он занимается. Можно разместить оценки итоговые, которые он получил, историю обучения. И также при желании можете включить функцию блогов, и пользователи даже блоги могут вести. Дальше я вижу свои оценки. Я могу кликнуть посмотреть оценки, пока что там ничего нет. Обмен сообщениями. Я могу переписываться с другими пользователями, если это разрешено. И ряд своих настроек, настроек моего профиля. Рядом кнопка непрочитанные сообщения. То есть система поддерживает обмен сообщений между пользователями. С помощью этой кнопки мы можем переписываться. Следующая кнопка это портфолио учебных и внеучебных достижений. Она есть только в профессиональной версии. В бесплатной комьюнити версии ее, к сожалению, нет. Это портфолио пользователей в соответствии с вгостри плюс. То есть учебные и неучебные достижения, шаблоны достижений, модерация, рейтинги, выгрузка, импорт достижений, синхронизация достижений с оценками в курсах. Ну и ряд других параметров, которые бывают полезны на этапе аттестации вузов. Ну в корпоративном обучении они полезны также, если вы хотите создать некоторый рейтинг портфолио ваших сотрудников. Очень часто еще создают с помощью этой функции портфолио преподавателей, где они могут разместить свои публикации, выступления на конференциях и так далее. Кнопка витрины курсов. Это тоже свойство профессиональной версии. Перейти обратно к оглавлению курсов, где я могу выбрать или приобрести, либо записаться в зависимости от настроек курса. И также у нас здесь есть кнопка переключения языков, если у вас в системе несколько языков включено. Есть кнопка включить-выключить режим редактирования. И ряд блоков вынесено также сюда, чуть позже с ними разберемся. Снизу у нас есть подвал. У него больше функция информационная. Здесь вы можете разместить информацию о вашей организации, контакты, какие-то самые полезные ссылки, которые вы считаете. В шапке тоже можно, если у вас помимо системы электронного обучения есть еще портал, есть еще личный кабинет, то в шапке можно настройками эти ссылки разместить. Дальше у нас крошки, это называется крошки, где мы находимся. Здесь будет ссылка, возврат к главной странице системы, ссылка на категорию курсов или несколько категорий, если они имеют вложенность. И собственно вот это вот короткое название курса, которое мы с вами вводили при его создании. По центру у нас размещаются тематические секции с учебными материалами. Сейчас мы будем их наполнять. И справа у нас размещаются блоки. Блоки, чтобы не мешались, можно убирать вверх. Вообще, давайте я какой-нибудь блок добавлю для примера. Вы блок можете размещать в различных точках, перетаскивать его. Например, мне нужно разместить какую-то произвольную информацию. Например, я хочу какую-то информационную врезку разместить с информацией о курсе более подробной или списком моих преподавателей. Я выбираю блок HTML. Он у меня добавился. Теперь я могу нажать настроить блок. И здесь написать какое-то содержимое. Я сейчас, к сожалению, не готовил какое-нибудь специальное содержимое для этого блока. Давайте напишу. Белочка приветствует вас в курсе. И добавлю картинку. Заодно мы с вами познакомимся с визуальным редактором. Он доступен практически везде в системе. Он позволяет вам вводить форматированный текст. Всем пользователям офисных пакетов он будет знаком. Здесь шрифты, форматирование, ссылки, формулы, таблицы, вставка картинок, видеороликов, файлов. Если требуется, я могу прямо сейчас с экрана записать аудиозапись или видео и вставить сразу же сюда в текст. Если у меня есть вордовский файл с материалом, то есть кнопка специальная для импорта этих вордовских файлов. Вот у меня было что-то заготовлено. Я нажимаю импортировать, загрузить этот файл. Ну и вот посмотрите, у меня в файле были картинки, было какое-то форматирование, были даже формулы. Более-менее сносно все это преобразовалось. То есть если у вас материал уже заранее подготовлен в ворде, то такой быстрый способ его импортировать. Я выберу просто картинку, это, давайте я помедленнее извиняюсь, я кликнул на кнопку добавить изображение. Здесь мне система предлагает либо указать ссылку на картинку, но вряд ли у вас она есть, либо выбрать изображение из хранилища. Я сделаю последнее. Здесь у меня во вкладках по умолчанию открыта вкладка загрузить файл, что я и буду делать. Но если я раньше какие-то файлы загружал, у меня уже есть недавно использованные файлы. У меня есть файлы на сервере, я могу позаимствовать файл из любого курса, в котором я преподаватель. Есть также папка мои личные файлы. И вот здесь у меня еще подключено два хранилища. Это мои файлы из Google Диск и страницы Википедии. Ну, мы загрузим файл с компьютера. Так, где-то у меня была коллекция. Сейчас чего-нибудь в ней подберем. Так, животные. Где у нас животные? Вот, Animals. И давайте найдем белочку подходящую. Вот такая белочка будет у нас, будет приветствовать наших слушателей в курсе. Также обязательно укажите описание изображения. Для чего это нужно? Не у всех пользователей быстрый интернет и включены картинки. Хотя в 2018, на пороге 2019 года уже странно об этом слушать. Но есть города, где на весь город 1 мегабит и все. Поэтому пользователи могут работать с выключенными картинками. Но это не главное. А главное то, что есть у нас пользователи, которые даже с включенными картинками, к сожалению, не могут полноценно ими воспользоваться. А пользуются экранными читалками, которые отображают, проговаривают текст при наведении мышки. Вот если вы не позаботитесь об этих пользователе, не впишите описание, что же на этом изображении, он не узнает вообще, что там есть. Он увидит, что есть какое-то изображение, но даже не сможет предположить, что вы этим изображением хотели сказать. Если вы пишете описание, то вы проявляете уважение к таким пользователям, и им становится чуть-чуть попроще в их и так нелегком деле изучать курс с помощью текстовой читалки. У меня картинка слишком большая. По-хорошему, ее бы нужно было сжать заранее, до того, как я ее вставляю сюда. Сейчас у нас на это нет времени. Давайте я поставлю, что она будет лучше пропорцию соблюсти. Мне нужно, например, ее втрое уменьшить. Это будет 200. А, он мне сам посчитал. Ничего себе, какой сервис. Вот у нас появился блок в этом курсе. Он у нас будет справа. С тем текстом, который мы ввели. Я могу, если нужно, перетащить его. У меня есть другие области, где этот блок может размещаться. Например, по центру. Он будет тогда размещаться прямо над моим курсом. Ну, также есть область разместить его внизу. Иногда включена левая колонка. Ну, в моем случае она, в принципе, на уровне системы отключена. Что у нас здесь есть интересного в блоках, помимо возможности ставить такие картинки? Блок «Ваш прогресс» показывает, сколько процентов курса пользователям изучено. Блок «Информация» отображает описание курса, который вы ввели в настройках. Блок «История обучения», но здесь вряд ли его стоит помещать. Это те курсы, которые слушатель прошел. Календарь. События. Если вы назначаете события на конкретные даты, они будут в календаре. Так, что еще? Мои сертификаты. Система позволяет выдавать сертификаты. И, соответственно, полученные сертификаты пользователям будут в этом блоке отображаться. Поделиться ссылкой. Это можно в соцсетях поделиться вашим слушателям, если вы хотите, чтобы они делились ссылкой на ваш курс. Подопечные. Опять же, не для курса, скорее для личного кабинета блок. У вас могут быть подопечные. Вы кому-то можете быть кураторами. Вот блок от подопечных отображает список ваших курируемых. Пользователи на сайте или пользователи в курсе. Очень интересный блок. Позволяет пользователю видеть, что он здесь не один, и что прямо сейчас вместе с ним кто-то курс этот еще просматривает. Поиск по форумам. Рейтинг курса. Голосование за курс. Слайдер позволяет создавать красивые баннеры интерактивные. И блок топ-10, я еще про него расскажу. Он позволяет создавать различные рейтинги. Например, пользователи самые активные за последние сутки. Пользователи с наибольшим количеством пройденных курсов. Пользователи или курсы с самым большим рейтингом, который больше всего нравится пользователю. Тут несколько готовых шаблонов. Вот вы можете развлекать пользователей такими рейтингами. Пока, наверное, с блоками закончим и перейдем, собственно, к содержимому курса. Жанна спрашивает... Так. О, спасибо, что мне напомнили. Да, у меня иногда сбивается. Сейчас верну. Так, все вернул. Видно? Жанна спрашивает, как добавить или убрать значок за успешное выполнение заданий. Вы имеете в виду, наверное, бейджики и графикации? Ну, наверное, сегодня мы не успеем это рассмотреть. Есть специальная функция, бейджики и модуль. Он идет в профессиональной версии, либо вы можете скачать и поставить этот модуль самостоятельно. В базовой поставке комьюнити-версии его нет. Он, собственно, позволяет устанавливать правила, за какие достижения в курсе будет выдаваться этот значок. Он позволяет вам выдавать эти значки вручную, если надо. Наверное, это за рамки демонстрации вебинара для начинающих выходит. Так, давайте вернемся к нашему контенту. У нас есть нулевая секция, где размещают обычно общие информации за весь курс. И есть секции по темам. Давайте их разметим. Предположим, мы создаем курс, собственно, про систему Moodle. Тогда у нас могут быть следующие разделы. Первый раздел мы назовем, включу наименование раздела, курс с статическими материалами. Давайте так, курс, библиотека. Имеется в виду, что в первом разделе, пока у нас слушатели только начинают, мы будем рассказывать о том, как разместить материал и не будем затрагивать такие сложные темы, как создание тестов и заданий. Я выбираю, что у меня, поскольку это заголовок раздела, он на весь 100%. И ширина описания также на все 100%. Нажимаю сохранить. Вот у нас первая тема в курсе создана. Дальше, уж коль скоро у нас курс библиотека, собственно, первая тема это тематическое планирование и редактирование секций. Здесь я уже поставлю 50%, потому что я хочу две секции на экран, чтобы у меня курс выглядел опрятнее. Вот видите, у меня эта секция стала меньше по ширине. Третий раздел я назову «Публикация ресурсов». Тоже сделаю его на 50%. Евгения Юрьевна спрашивает, можно ли ссылку разместить на сайте. Не очень понимаю, про что вопрос. То есть все курсы, которые вы создаете, если вы их публикуете, нажимаете кнопку «Открыть доступ», то они отображаются в каталоге. Ссылку на курс вы можете, конечно, разместить напрямую, если вам это требуется. Курс это такая же веб-страница. Не будем здесь разгоняться. Предположим, что в первом разделе у нас только две темы. Курс библиотека и публикация ресурсов. Дальше у нас идет второй раздел. Здесь мы напишем «Контроль знаний». Он тоже будет на 100%, чтобы была отбивка. Дальше. Внутри «Контроль знаний» мы создадим еще две темы. Это… Так, я промахиваюсь все время. Делаю раздел текущим, вместо того, чтобы его редактировать. И в ней две темы. Это создание заданий. Тоже сделаем его наполовину экрана, эту секцию. И следующий раздел – это создание тестов. Тоже наполовину ширины. Вот у нас получился курс, состоящий из двух разделов и четырех тем. На этом мы остановимся. И остальные секции мне не нужны, я их здесь уберу. Вот у меня есть кнопка «Плюс-минус». Добавить дополнительную тему и убрать. Вот я с помощью нее количество тем уменьшаю до шести. Количество тематических секций. Завершить редактирование. Вот такой пока что пустой курс у нас получился. Нулевая секция у нас пустая. Дальше идет отбивка «Курс-библиотека». Тематическое планирование и редактирование секций. Публикация ресурсов. Контроль знаний. Создание заданий. И создание тестов. Пока что темы у нас пустые, поэтому материалов у нас в них не отображается. Вернемся в режим конструктора. Для того, чтобы начать создание материалов. Давайте начнем с форума для вопросов. То есть предположим, что у наших слушателей могут возникать вопросы. И нам нужно место, где они будут их задавать нам. Так, вот этот блок я пока отключу, поскольку он нам сейчас не нужен. Согласование мастер-курса. Так, нет, не нужно. Здесь я с правами админа. Если я сейчас это сделаю, я уберу блок со всего сайта. Так, ну я его просто вверх убрал, чтобы он нам не мешался. Ну по поводу вот этого блока со согласованием мастер-курсов. Это если у вас используется электронный деканат и у вас много групп, то система в профессиональной версии поддерживает такое понятие, как мастер-курсы. Когда преподаватель в какой-то момент, когда курс готов, отправляет его на утверждение методисту через этот блок. Методист проверяет. В этот момент система делает слепок. И для каждой новой группы система разворачивает именно проверенную методистом версию курса. А основной курс преподаватель может продолжать редактировать сам. Сегодня он нам совсем не пригодится. Итак, для того, чтобы добавить материал, нам нужно воспользоваться кнопочкой «Добавить элемент или ресурс». Посмотрите, в каждой тематической секции у нас эта кнопочка есть отдельно. Она, соответственно, добавляет этот ресурс в ту тему, в которой вы его выбрали. Здесь у нас справа также есть меню «Редактирование разделов», который нам позволяет задать название. Можно также, помимо названия, указать описание раздела. Можно скрыть всю тему от слушателей. И можно выделить эту тему как текущую, если у вас все ученики проходят курс синхронно. Давайте воспользуемся инструментом «Добавление элемента или ресурса». Он у нас открывает палитру всех возможных материалов, которые система поддерживает. Видите, выбор довольно велик. Мы с вами на предыдущей демонстрации с этой палитрой уже знакомились. Здесь все материалы делятся на элементы курса, которые предполагают некоторую автоматическую логику, и ресурсы, которые отображаются всем слушателям одинаково. Ну, пока мы будем... Так, что нам нужно? Нам нужно, предположим, разместить в курс нашу программу курса. В вузах это знакомо, остальные в учебных центрах это делают не так часто, но все же. Заодно потренируемся прикладывать к курсу файл. Я выбираю файл, нажимаю «Добавить», и у меня открывается окно «Добавление нового элемента в файл». Здесь, в этом окне, я должен указать название курса, ой, название этого элемента. Я пишу «Программа курса». Также могу указать описание этого файла, если захочу, я не буду этого делать. И я могу добавить, собственно, сам файл. Вот у меня есть файловая область, я могу просто файлы сюда перетащить. Могу выбрать файл «Загрузить» или выбрать из ранее загруженных. Также заметьте, что тут у меня есть кнопка «Создать папку». То есть, в целом, вы можете прикладывать к курсу не один файл, а целый в сайт. Предположим, у вас есть вебкапка, там HTML файлы, картинки, все это работает с перекрестными ссылками. Вы можете прямо в таком виде это положить и прикрепить к ресурсу. Конечно, дизайн системы к этим файлам не применится, но иногда бывает необходимо так сделать. Например, если у вас есть готовый пакет, созданный в конструкторе курсов, и вы не хотите загружать его как в скором пакете. Я выбираю «Загрузить файл». Возьму тот же самый мой Word документ. который у меня есть. И добавлю его уже как файл. Не буду импортировать, просто как файл. Вот теперь я этот файл загрузил. Теперь мне нужно сделать его основным. То есть, если я загружу много файлов, то система не будет знать, какой из них открыть, когда слушатель кликнет на этом ресурсе. Поэтому я указал, что файл у меня будет один. А здесь еще есть ряд параметров. Способ отображения. То есть, скачивать ли этот файл всегда, либо пытаться его встроить в страницу, если это возможно, либо открыть во всплывающем окне. Я ставлю режим «Автоматический». Отображать ли слушатель размер. Ну, покажем размер. Отображать ли тип файла. Тоже покажем. И дату загрузки я тоже хочу показать пользователям. Остальные настройки мы рассмотрим чуть позже. Я нажимаю кнопку «Сохранить и вернуться в курс». И вот у меня первый ресурс в моем курсе размещен. Он размещен в нулевой секции, поскольку программа курса не относится ни к какой теме курса. Вот если я перейду в режим редактирования, я вижу, что первый материал у меня отображен. Как я и просил систему, он у меня отображается, помимо названия отображается, что это 111 килобайт, что это документ Word, и что он загружен 26 декабря в 13.06. Если бы я выключил, то это бы здесь не отображалось. Если я кликну, то у меня, соответственно, скачается сам файл. Теперь давайте создадим глоссарий. Глоссарий – очень полезная штука. Он позволяет вам указать термины специальные в вашем курсе. И везде, где в материалах встретятся соответствующие термины, глоссарий расставит автоматические ссылки. Я выбираю глоссарий. Мне здесь справа показывает описание, что это за ресурс, зачем он нужен. Я могу почитать, если не знаю. Нажимаю «Добавить». У глоссария уже будут другие настройки. Название. Давайте я его назову «Энциклопедия Moodle». Предполагаю, что здесь будут различные термины из области Moodle. Глобальный глоссарий – функция есть только у администратора всей системы. То есть я могу создать глоссарий, который будет применен ко всем курсам сразу. С этим нужно быть аккуратным, особенно если вы включаете автосвязывание. Не всегда будет эффект тот, который вы ожидали, особенно если вы добавите какие-то общеупотребимые термины, слова, которых много в русском языке, то везде будут у вас тексты пестреть ссылками. Хотя тоже можно настроить, можно поставить, что ссылка не более одной на странице. Я ставлю, что это главный глоссарий внутри моего курса. Я ставлю, что записи будут одобрены по умолчанию. Редактирование не разрешено. Более одного определения на слово не разрешено. Комментарии к записям я разрешу, чтобы мои студенты могли прокомментировать или задать вопросы. Автоматическое связывание включу. Тут, если у вас какие-то вопросы, непонятно, что за опция, по клику откроется пояснение. То есть здесь речь идет вот о чем. В данном случае поясняет нам, что если я поставлю записи, не одобренные по умолчанию, то добавленные записи по умолчанию будут недоступны для студентам, пока я их не поставлю галочку, что они одобрены. Внешний вид. Оставим вид простого словаря. 10 записей на страницу при показе оглавлений. Также я могу включить оценивание. То есть если я хочу, чтобы студенты забавляли записи, я могу ставить им за эти записи оценки и дальше показывать либо среднюю, либо суммарную оценку, сколько они набрали за все свои записи. Остальные параметры пока рассматривать тоже не будем. Вот он у нас глоссарий, пока пустой, ни одного термина в нем нет. Давайте добавим термин Moodle. Иногда спрашивают, почему Moodle называется таким странным и непривычным российскому уху словом. Иностранцы не замечают этого. Вообще это аббревиатура. Так запишем ее в перевод на русский язык. Модульная, объектно-ориентированная среда электронного обучения. Вообще дистанционного. В оригинале было буква D. Здесь я могу указать дополнительные ключевые слова, помимо названия, если я хочу, чтобы автосвязывание работало и по ним. И вот, собственно говоря, для того, чтобы автосвязывание заработало, я должен использовать вот эту галочку. Также я могу поставить чувствительное ли слово регистр и находить ли это слово, если оно не полностью указано в контенте. Особенно это касается русского языка, где есть окончание. Если бы эту галочку не поставить, он будет находить разные словоформы, но только те, у которых есть общая часть с тем, что вы написали. Если я эту галочку не поставлю, то он будет находить только, например, в именительном падеже. Вот у нас глоссарий с одним термином. Также, поскольку мы разрешили комментарии, наши студенты могут оставлять комментарии к этому термину. Вернемся к оглавлению курса через крошки. Сюда я кликну на Moodle Beginners. Вот у нас в нулевой секции уже два материала есть. И добавим сюда третий форум. У студентов могут возникать вопросы. Они могут, конечно, воспользоваться встроенной системой обмена сообщениями, чтобы списаться с вами. Ну, удобнее, чтобы вам тоже в онлайне не дежурить, и чтобы другие видели ответы, удобнее воспользоваться для этого форума. Спрашивают, какие руководства можно посоветовать на русском языке к Moodle. Ну, вообще, материалов довольно много. Поищите в Яндексе. Есть несколько книжек изданных. Даже там где-то я упоминаюсь о авторах. Но они все довольно старые. Может быть, сейчас что-то новое вышло. Я, к сожалению, за литературой не слежу. Самый полный источник информации все-таки на английском языке это вики на сайте docs.moodle.org. Полнее всего информация там. Если нету там, то уже нужно смотреть, исследовать модуль. Собственно, иногда приходится нашей техподдержке. Клиенты задают такие вопросы, что даже документации на английском, этих ответов нет. Приходится исследовать модуль, даже смотреть его код, как он устроен, чтобы на этот вопрос ответить. Ну, большинство вопросов, конечно, документация освещена. Больше, чем вам может потребоваться на начальном уровне намного. Книжки здесь я вам ничего не посоветую. Те, которые есть, которые мне известны, они уже довольно старые. Общие принципы все сохранились, но детали могут отличаться. Так, форум. Назову ваши вопросы. Стандартный форум для обсуждений. Это формат задает, а то будет ли отображаться каждая ветка как отдельная ссылка, либо все будет развернуто в одну ветку. Тут вот эти форматы зависят от того, сколько вы предполагаете обсуждений внутри, насколько активную переписку. В большинстве случаев используют стандартный форум, но если вы предполагаете, что в сообщении будет 2-3, не больше, то стандартный форум будет выглядеть очень уныло и одиноко, и проще использовать простое обсуждение, когда сообщения сразу развернуты. Здесь я могу задать свои параметры вложений. Поскольку сюда могут писать ученики, я могу поставить, что они не больше 2 мегабайт могут приложить файл к этому форуму. Могу ограничить количество слов, но это уже так жестко. Не знаю, если мы журналистов учим, наверное, полезно учить их ограничиваться в нужное количество слов. Также форум умеет рассылать сообщения слушателям. Мы это можем использовать для рассылки новостей обязательных. Для этого есть режим подписки. При добровольной подписке на форум подпишутся только те слушатели, которые сами выбрали это. либо те, которые написали что-то в этом форуме. Принудительная подписка. Все слушатели в обязательном порядке получают сообщения из этого форума и не могут отписаться. Если вы это делаете, советую вам отключать, это сложно для новичков, есть такая функция отключить возможность добавления сообщений от учеников, чтобы ваши ученики не заспамили друг друга. вы будете только выписать. Автоматическая подписка. Все автоматом подписаны, но желающие могут отказаться от подписки. И подписка отключена, соответственно, нет никакой подписки. Кстати, вот если вам нужен форум для новостей, есть готовый новостной форум. То есть система позволяет вам его создать именно как новостной форум готовый, не создавать его вручную. Здесь много дополнительных настроек. Сегодня мы не будем их касаться. Блокировка обсуждений через какое-то время, после того, как они начались, чтобы ветки не протухали, чтобы люди не писали в старые форумы. Можно ограничить, сколько человек пишет в день сообщений, чтобы особо активных участников форума ограничить. Можно включить оценивание, то есть система позволяет выставлять оценки за каждый форум. Также можно скрыть элемент, так что он будет присутствовать, но студенты его не будут видеть. Включить отдельный групповой режим для этого элемента. И вот у нас есть режим выполнения элементов курса. Вот эта опция есть в любом элементе. Помните, мы говорили с вами про галочки, которыми отмечается пройден материал или нет. Вот она задается вот этими настройками. Я могу выставить параметры. Студенты могут вручную отмечать элемент как выполненный. Здесь мы полагаемся на честность студента, на то, что все это ему надо. Он сам отмечает галочкой, что он считает пройденным, что не считает. И мы можем отмечать элемент пройденным при выполнении условий. Условия у нас здесь такие. Давайте сделаем, что пройденным элемент будет после того, как студент написал хотя бы одно сообщение в данный форум. Это если форум предполагает какое-то задание внутри него, что все студенты обязательно должны отписаться. Создам форум. Вернусь к курсу. Вот у нас заглавный раздел нашего курса уже готов. Давайте я выключу режим редактирования, чтобы его посмотреть. Вот у нас есть нулевая тема. В ней прикреплена программа курса, энциклопедия Moodle в виде глоссария и форум для ваших вопросов. Коллеги, у нас уже наш вебинар длится час двадцать. Я готов продолжать, рассказать вам про задания и тесты, но отзовитесь, пожалуйста, кто еще с нами, кто еще смотрит. П increment ст mujer, и после нее мы говорим Netherlands, Продолжение следует... 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 Сейчас я назову этот ресурс «Инструкция по созданию, по редактированию тематически оглавления курса». Вот так. Здесь бы я должен был описать то, что мы с вами проговаривали, когда создавали темы, но сейчас я ваше время на это тратить не буду, просто импортирую какой-нибудь Word документ, например, тот же самый, который я вам показывал. Вот у нас создалось содержимое. Мы можем его отредактировать, если нужно, проставить ссылки, добавить видеоролики. Кстати, обратите внимание, в Moodle есть очень полезная функция автосвязывания. То есть, если вы хотите сделать ссылку на YouTube или на какой-то видеофайл, вам не обязательно использовать вот эти кнопки. Вы можете просто поставить обычную ссылку. Система ее опознает и заменит эту ссылку соответствующим окном плеера. Давайте для эксперимента. Вставим ссылку. Назовем ее «Наша трансляция». Так, в табличку я промахнулся, попал. Давайте вот тут. И вставим ссылку на YouTube. На живую трансляцию я еще не пробовал вставлять, только на готовые видеоролики. Вот сейчас заодно и посмотрим, что у нас получится. Сохранить и показать. Так, у меня сбился экран. Сейчас сверну. Сохранить и показать. Сохранить и показать. Ну, а пока он загружается, если есть какие-то ваши вопросы, задавайте, чтобы вам такое рассказать. Ну, вот здесь вот есть элемент ограничения доступа. Чуть позже мы с вами подробнее с ним познакомимся. Он позволяет вам устанавливать правило, в каком порядке элементы будут открыты слушателям. По умолчанию все элементы доступны всем слушателям сразу, но с помощью элемента ограничения доступа вы можете установить правило, что элементы будут открываться по мере прохождения других элементов, по датам и по ряду других условий. Например, по прохождению других элементов, по наличию информации в полях профиля, по наличию тех или иных значков, по датам времени, прошедшему с начала подписки слушателя на курс. Так, вариантов много. Так, ну, похоже, что с живыми трансляциями вот этот фокус с автоставкой видеоролика не сработал, но он точно совершенно работает с видеозаписями. Здесь нам придется кликать, чтобы перейти к трансляции. Возможно, весь фокус в том, что у меня здесь трансляция открытая и она отображается без кода YouTube. Возможно, система не может опознать ее, как именно видеоролик. Итак, вот, посмотрите, у нас создан документ из импортированного файла. Он имеет заголовок и он имеет содержимое, картинки, формулы, которые у нас из этого элемента были добавлены. Блоки, кстати, могут быть и на страницах любых элементов, причем, может быть, собственные блоки. То есть, вы можете добавлять к вашим материалам дополнительные врезки информационные. Ну и, кстати, вот здесь еще есть блок, называется «Написать преподавателю». Тут что-то я его найти не могу. Так, ну ладно, не будем тратить время. То есть, вот этот блок «Связаться с преподавателем» позволяет вашим слушателям не искать вас в списке получателей, а просто направить сообщение через этот блок, и оно придет автоматически всем преподавателям данного курса. Вернемся к оглавлению курса. Теперь мы видим, что в первой теме появился материал. Если мы захотим этот материал передвинуть куда-то еще, мы можем просто его перетащить. Мы можем нажать «Редактировать настройки», «Редактировать этот материал». Мы можем клонировать материал. Кстати, курсы тоже можно клонировать в системе. Мы можем назначить роли. Обычно это не бывает нужно, но, например, если вы создаете форум, где хотите, чтобы студенты, или один из студентов был модератором, вы можете назначить роль, соответствующую внутри этого форума. В остальном курсе он будет только учеником, а внутри этого форума он будет преподавателем. Но вы будете с этой функцией осторожны, чтобы не дать больше прав, чем рассчитывали. Также здесь есть опция «Удалить материал» и «Скрыть материал», если вы хотите временно скрыть его от студентов. Перетащу его назад. Теперь нам требуется создать задание. Это тоже очень просто. Я выбираю из палитры курсов «Задание». Я указываю название задания «Отредактируйте заголовки тематических секций». Назову его «Редактирование». А в тексте опишу, что ученику требуется придумать оглавление курса своего и отредактировать тематические секции. Составьте тематическое планирование курса. И отредактируйте секции так, чтобы каждая содержала название темы. Я могу точно так же, как и везде, использовать здесь форматирование, шрифты, прикладывать дополнительные файлы. И указать могу дату, когда это задание станет доступно для студентов. Если я не хочу, то у меня здесь по умолчению выключено. Также я могу ограничить последний срок сдачи, задать для студентов дедлайн. И так же я могу поставить себе напоминание, чтобы система высылала уведомление, что я должен заходить и оценивать работы. Это опционально. В личном кабинете в профессиональной версии отображается общий список непроверенных работ по каждому преподавателю. То есть вы видите, что у вас 9 работ дождает проверку. У тех, у кого этой функции нет, вот можно поставить себе напоминание. Также мы здесь редактируем, в каком виде мы хотим получить ответ. Мы ответ можем получить в виде эссе. Мы можем получить ответ в виде файла. И мы можем указать, сколько же файлов в качестве ответа студент должен указать. Также мы можем ограничить количество слов в эссе. Ограничить размер файла. И мы можем указать допустимые типы файлов. То есть какие файлы я хочу видеть в качестве ответов на данный материал. Например, аудиофайлы. Или видеофайлы. Или файлы документов. Файлы презентации. Сейчас не буду таких ограничений вводить. Иногда спрашивают, как же сделать, чтобы студент ответ прислал, записав с микрофона свой голос. В новой версии это можно сделать. Вот недавно как раз мы начали переводить всех клиентов на версию 3.5. И там это уже предусмотрено. Так, ну и еще я могу здесь поставить настройки антиплагиата. Опять же, но это будет работать только в том случае, если у вас приобретена система антиплагиат ВУЗ. Ее нужно приобретать отдельно. Вот если она у вас приобретена, ее можно проинтегрировать в профессиональной версии, либо приобрести в компании антиплагиат ВУЗ модуль интеграции. После этого вы можете поставить настройки, чтобы материалы, которые студенты загружают в виде файлов ваше задание, автоматически проверялись на плагиат, и преподаватель видел отчет. Вот, я пока не буду этого делать здесь. Оценку оставлю в пятибальную шкалу. И также я здесь настрою ограничение доступа. Есть такие студенты, которые не читают теории, и сразу же идут выполнять задания, потом чем доставляют некоторые хлопоты преподавателям. Я поставлю условие завершения элемента и выберу, что элемент должен быть отмечен как выполненный, и собственно сам элемент, инструкция по редактированию оглавления. Но не забудьте проверить, что этот статус действительно у вас правильно настроен и выставляется. Вот в этом случае, пока студент не откроет хотя бы вот эту мою инструкцию, ему задание не откроется, и он не будет мне досаждать, отправляя что-то очень странное, не прочитав теорию. Сохраняю и возвращаюсь в курс. Так, пока отвечу на вопросы. Как организовать запрос на создание курса? Это настройка в системе. Если вы ее включаете, то, соответственно, каждый пользователь, у которых в настройках его роли есть такое правило, отправлять такие запросы, может отправить вам этот запрос. Если вы его удовлетворите, то, соответственно, курс будет создан. Дальше можно назначить этого человека, соответственно, преподавателем этого курса. Это альтернатива роли создателя курса, где вы уже сами контролируете, создавать какие курсы или нет. Вот я создал этот материал, и он показывает мне, что он мне пока не доступен, поскольку инструкция к редактированию оглавления пока не отмечена, как выполнена. Давайте я проверю настройки инструкции. И поставлю, что отображать элемент, как выполнен, при условии, что студент просмотрел этот элемент. Теперь, если я... Давайте я завершу редактирование. Если я открою этот элемент, Система должна это зафиксировать. И, по идее, должен открыться мой материал. Да, видите, элемент помечен как выполненный. И, соответственно, у нас задание доступно. Давайте перейдем к самому заданию, уже заполненному. У меня здесь есть заготовка. Так, изображение не потерялось. Все хорошо. Итак, когда у нас уже студенты прикрепили свои задания, я могу просмотреть выполненные ответы. Пока отвечу на вопрос, что такое антиплагиат и как он работает. Наша ли это разработка? Наша разработка это только модуль интеграции. Сама система антиплагиат ВУЗ – это разработка компании антиплагиат. Адрес у них антиплагиат.ру. У многих ВУЗов эта система уже закуплена, поскольку по стандарту они обязаны некоторые работы в этой системе проверять. Соответственно, если она у вас есть, вы можете проинтегрировать Moodle с ней. Итак, что я вижу как преподаватель, зайдя в список данных работ? Я вижу список моих учеников. Если они у меня разделены по группам, я могу отделить только одну группу, если захочу. Я вижу, когда последний раз изменена работа. Могу сортировать, если хочу по этой колонке. Вижу, какие файлы были приложены. Также я могу комментировать. И студенты могут комментировать. То есть они могут по результатам моей проверки написать мне какой-нибудь комментарий, что-то у меня уточнить. Также, поскольку у меня здесь включена интеграция системы антиплагиат, я вижу процент оригинальности данной работы. Ну вот данная работа оригинальна на 100%, а вот эта работа оригинальна на 0%. Ну как вы понимаете, оригинальность не означает еще плагиат, поскольку может быть самоцитирование, может быть легальное цитирование. Поэтому обязательно смотрите отчет. Вот здесь есть ссылка на отчет, который покажет, что же за заимствование обнаружено и из каких источников они есть. Кстати говоря, если студент размещает работу в портфолио, оно тоже может быть интегрировано в систему антиплагиат, то система будет находить заимствование и из статей в портфолио. То есть я опубликовал статью как студент, разместил ее в портфолио, потом я сдаю работу и система антиплагиат покажет мне, что заимствования идут, но из моей же собственной статьи. Возможно, она найдет эту статью, если она где-то в публичных базах, которые у вас приобретены к системе антиплагиат, упоминается, она найдет ее еще и там, и там вы тоже сможете понять, кто же автор этой статьи. Также, для того, чтобы студенты не списывали работы друг у друга, у вас есть функция добавить в индекс. То есть вот у меня работа, она на 100% оригинальная, я ее проверил, думаю, что ее студенты захотят заимствовать, я нажимаю кнопку добавить в индекс, и система будет отслеживать, что эта работа, например, сдавалась уже в прошлом году, и заимствование происходит из нее. Так, ну и также есть инструмент рецензирования. Например, если студенты загружают вордовские файлы, то преподаватель может, так называемо, аннотировать этот файл. Ну, здесь у меня в демо-примере уже перепор с аннотациями. То есть, ну, что-то вы можете перечеркнуть, что-то выделить, написать какие-то комментарии. Также на этой странице вы можете разрешить повторную попытку, написать рецензию на эту работу, поставить оценку по той шкале, которую вы выбрали. Можно поставить оценки по дополнительным шкалам, если вы добавили дополнительные шкалы. Ну, вот у меня здесь логичность изложения, грамотность, знание мототехники. Ну, у вас могут быть свои, и по ним система считает отдельный итог. Попереписываться со студентом в комментариях, и также вот поработать с проверкой на плагиат. По заданиям какие-нибудь вопросы появились, если задавайте, ну, пока вернемся в курс. Вернемся в режим редактировать. Собственно говоря, вот Анатолий спрашивает, заимствование тоже работает с антиплагиат. Ну, собственно, это и есть функция антиплагиат, находить заимствование. Ну, а теперь мы... Что называется, на закуску самое сложное, это тесты. Создадим тест. Также через палитру. Назовем его Тест по первому разделу Публикация Курс библиотека. Вы можете здесь указать вступление для вашего теста, какие-то напутствия, указать дополнительно, что время ограничено, или попытки ограничены. Система это отобразит, но не всегда в автоматических элементах студент это заметит. Можно еще дать ему краткую вводную, экранскую инструкцию, как этот тест проходить. Я тут напишу количество попыток не ограничено, желаю удачи. Также в разделе Синхронизация я могу синхронизировать свой тест с другими материалами курса, если у меня курс синхронный. Что мне Павел пишет? Хорошо, все хорошо. То есть я могу указать дату начала, окончания этого теста. Если я ее укажу, то будет она отображаться в календаре у слушателей. Я также могу ограничить время, например, 30 минут. Но я обещал студентам этого не делать, поэтому я галочку снимаю. И я могу указать системе, что же делать, когда ограничено время. По умолчанию у меня стоит, попытки должны быть отправлены до истечения времени, иначе они не учитываются. Самый жесткий вариант. То есть если студент до окончания времени не нажмет кнопку отправить попытку, то система будет считать, что он ничего и не сделал. и поставит ему 0 баллов. Можно разрешить льготный период. То есть я могу поставить один день, и в течение одного дня студент может отправить тест, не изменяя никаких ответов. Но это при условии, что у вас тест разбит постранично, и студент при переходе со страницы на страницу вопросы сохранялись. Иначе этот режим работать не будет. Ну и открытые попытки отправляются автоматически. Речь идет о том, что в тот момент, когда время истечет, система сохранит попытку автоматически, без участия студента, если сможет. Также вы можете здесь задать условия оценивания, сколько попыток, будет ли оценка считаться по среднему, по высшему, по низшему, по первой попытке, и по последней попытке. Сколько считается проходной балл? Что здесь еще у нас есть? Сколько вопросов на страницу отображать? По одному вопросу, либо все вопросы на одной странице, либо по 10 вопросов. Ну, опять же, это полезно еще и тем, что при переходе на следующую страницу система сохраняет те вопросы, которые студент уже ответил. И если у нее пропадет связь, и у вас стоит галочка автоматически отправлять, то хоть сколько-то нибудь вопросов, да, сохранится. Случайный порядок вопросов. Очень полезная функция. Вы можете перемешивать, то есть система может перемешивать правильные ответы. Чтобы студенты не запоминали, что на вопрос 3 ответ B, вы можете задать случайный порядок вопросов, случайный порядок ответов, как минимум. Тогда система будет постоянно менять эти вопросы. Отложенный отзыв это когда система отобразит оценку и комментарии к вопросам, если вы это настроили. Здесь вы можете детально настроить, что видит студент, видит ли он только баллы, видит ли он их, видит ли он какие ответы были правильные, когда сразу после, когда все закончат, видит ли он комментарии к правильным, неправильным ответам, которые вы задали. Потом на досуге почитаете, когда будете уже создавать, озвучивать это все очень долго. Можно также задать дополнительные ограничения, например, что требуется пароль, либо тест может проходить только из конкретного IP-адреса. Это полезно, если вы хотите, чтобы тесты могли проходиться только из определенного кабинета. Также полноэкранный режим с защитой JavaScript позволяет вам заблокировать копипаст на время тестирования. Но я его не буду пока включать. Итоговый отзыв. Можно указать для каждого процента оценок, какой он молодец. 0% ты не молодец, 100% ты большой молодец. Остальные все элементы более-менее стандартные. Нажимаем создать и показать. У нас пока есть вопрос. В тестах работают всплывающие ссылки из глоссария. Каждый раз отключать автосвязывание вручную? Да, к сожалению, это будет работать именно так. У вас есть специальный тег, который позволяет вам отключить автосвязывание внутри конкретного вопроса. Тогда ссылки проставляться не будут. Ну, либо создавайте глоссарий так, и вопросы ваши так, чтобы ссылки из глоссария не являлись подсказкой в тест. Ну вот, наверное, старая формация по старой школе предполагается, что студент все должен зазубрить. Сейчас многие считают, что если вопрос есть в глоссарии, то зачем его заучивать? Можно задать вопросы на понимание, а не на знание фактов. Хотя, вот методика говорит, что тестами понимание проверить нельзя, только факты. Вы можете дать задание. В тестах можно создавать задание в открытой форме, где нужно что-то вычислить, что-то решить. Здесь уже чуть больше самостоятельности, надо студенту проявить. Итак, я создал тест, он пока пустой, о чем мне система и предупреждает, и я могу его отредактировать. Вообще предполагается, что вы заранее создали банк вопросов и добавляете вопросы в тесте из этого банка вопросов. Давайте посмотрим, наверное, на этом сайте у меня что-то есть. редактирование теста. Нет, готовых вопросов что-то не видать. Давайте я... Так. Давайте я попробую выбрать из банка вопросов. что у нас покажет. Так вот, у нас есть какой-то банк вопросов уже готовых. Я выберу три вопроса из этого банка и добавлю их в данный тест. Вот, у нас три вопроса уже есть. Я теперь могу задать для них веса, если хочу. По умолчанию считается, что все они равноценны. Вместо того, чтобы добавлять их всех, я мог добавить несколько случайных вопросов. Например, у меня есть банк вопросов, раздел в банке вопросов, где 50 вопросов. Я могу добавить с помощью функции добавить случайный вопрос. добавить из какой-то темы, вот у меня здесь есть 19 вопросов в данном блоке. Я могу сказать, что любые 5 из этих 15 будут доставаться данному студенту. Это тоже помогает защититься от списывания. Давайте теперь создадим вопрос вручную. Я выбираю добавить новый вопрос. Так, пока у меня спрашивают... Так, что спрашивают? Используем версию 3.7. Эльвира, ну, наверное, вы что-то путаете. Самая свежая версия, которая существует в Moodle, это 3.6.1+. Категорически не рекомендую вам ее использовать. Вообще, общее правило такое, что переходите на новую версию не раньше, чем выйдет третий релиз в ней. То есть, если вы хотите 3.6, переходите на 3.6.3, самое раннее. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.2 игнорируйте. Пускай система стабилизируется, пускай в ней поправят ошибки, чтобы вам по всем этим граблям не проходиться вместе с вашими студентами, со всем вашим учебным заведением. Конечно, на сайте Moodle.org здесь я вам открою небольшой секрет. Сообществу очень нужно, чтобы вы протестировали эту версию. Поэтому, как только выйдет 3.6.0, сразу же вам пойдут рассылки, что вот вышла новая версия, скорее бегите, ставьте эту версию. Сообщество вам будет очень благодарно, если вы ее поставите, протестируете, найдете все ошибки, напишите туда репорты об этих ошибках. Но, если вам некому этим заниматься, или вы просто не хотите экспериментировать на основном сайте, то все-таки я советую дождаться 3.6.3. И второй момент. Есть версии, которые живут по полгода, как, например, 3.6. То есть, как только выйдет 3.6.3, и сразу же вся версия будет сниматься с поддержки. И выйдет 3.7 только тогда. И вам нужно будет уже думать о том, чтобы переходить в нее. Есть версии, которые живут по 3 года. Такие версии выходят раз в 2 года, сейчас самая свежая 3.5. Поэтому та версия, которую я вам советую использовать сейчас, это 3.5.3. А следующую ставить уже 3.9 через 2 года, когда выйдет 3.9.3. Теперь, что касается тех функций, которые есть и профессиональной версии. Профессиональная версия выпускается официальным партнером на своей территории. В данном случае, вот эту официальную версию, профессиональную, извиняюсь, версию, выпускает открытые технологии для территории Российской Федерации. Она помимо возможностей версии 3.5.3 Moodle, на которой базируется, содержит техподдержку и ряд функций, разработанных компанией открытой технологии. Поэтому те опции, которые я показываю, они включают еще и эти функции. Эта версия приобретается в комплекте с пакетом техподдержки. Подробности на сайте открытых технологий. Итак, мы открыли меню создания нового вопроса в тесте. У нас оно очень похоже на меню добавления элемента. Точно так же мы выбираем вопрос, тип вопроса. Справа отображаются комментарии. Посмотрите, вопросов тоже очень много. Система разных типов поддерживается. Все мы создать не успеем. Скорее всего, создадим самый простой. Но я пробегусь по ним по всем. Верно, неверно? Ну, здесь все логично. У вас какой-то тезис вы выдвигаете, и студент должен определить, верен он или нет. В зависимости от этого система решит, правильно он или неправильно ответил. Вложенный ответ. Филологи очень любят этот тип вопроса. Вы пишете текст, и в определенных местах с помощью специальной разметки, она в подсказке указана, вы делаете либо формы для ввода, либо выпадающий меню. Например, ставьте пропущенные слова. Какую форму слова нужно сюда указать? Ну, иногда и математики устраивают студента с помощью этого типа вопроса. Викторину из серии «Есть такая буква в этой формуле». То есть, вот вам шаблон формулы, расставьте правильно буквы и коэффициенты. Все или ничего? Вот, опять же, многие преподаватели, я с этим подходом лично не совсем согласен, но многие просто так привыкли, потому что когда проверяешь на бумаге, по-другому сделать очень тяжело, очень много расчетов. Многие преподаватели считают, что нужно все или ничего вопросы оценивать. То есть, что это означает? По умолчанию, если у вас вопрос предполагает, что галочками можно ответить 3 или 4 варианта из предложенных, там, не знаю, 5, 8, вряд ли стоит больше делать, что вопрос засчитывается только, если студент выбрал все правильные и ни одного неправильного. Вот, собственно, что нам предлагает вот этот вариант. По умолчанию, вариант вопрос в закрытой форме работает по другому алгоритму. Он считает, что за каждый правильный ответ прибавляются проценты правильности. То есть, у вас 4 правильных, соответственно, за каждый правильный ответ 25%. И за каждый неправильный убавляются. То есть, у вас 2 неправильных, и за каждый неправильный 50% убавляется. Соответственно, студент может получить за этот тест 0,25%, если он выбрал только один из правильных и больше ничего не выбрал. Это чуть больше, то есть, это чуть больше, чем 0, ненамного, но все-таки, на мой взгляд, это более справедливая оценка знаний. Все-таки он один правильный ответ выбрал. Вот если вы этого не хотите, используйте все или ничего. Выбор пропущенных слов. Другой вариант этого вложенного ответа. Но здесь уже с выпадающим меню. Не вписывать, а выпадающим меню. Выбор слова с щелчком мышки. Вычисляемый ответ. Тоже очень полезный тип вопроса. Очень полезный тип вопроса. Он предполагает, что вы задаете формулу, по которой должно вычисляться решение задачи. Пишите текст условия задачи. Дальше система подставит коэффициенты. С ними пользователь должен решить задачу численно и вписать ответ в окошко. После этого система по формуле проверит, верно он решил или нет. Короткий ответ. На знание какого-то термина. То есть, студент вводит короткий ответ, и система проверяет, правильно он ввел или неправильно. Несмотря на то, что система позволяет указать несколько вариантов короткого ответа, все-таки не пытайтесь какие-то длинные предложения запрашивать, если только это не тот же английский язык, где все грамматика, где все очень четко. То есть, в большинстве случаев вы не угадаете, как студент сформулирует свой ответ, особенно если он предполагает словоформы разные, поэтому вы указываете в именительном падеже. Множественный выбор. Собственно, мы его сегодня детальнее посмотрим. Это выбор одного вопроса или нескольких ответов из предложенных. Множественный вычисляемый, это аналог того, что мы рассматривали выше. Мультиэссе. Ну, это тоже еще один из типов вопросов, которые есть только в профессиональной версии. Один вопрос и несколько ответов в открытой форме к нему, которые проверяются вручную. Чем он отличается от эссе? Эссе больше подходит в какой-то один вопрос, а здесь, если у вас описание ситуации, какого-то кейса и несколько вопросов по нему. На соответствии понятно, что это такое. Нужно сопоставить тезисы с определениями, то есть тезисы с словами какими-то, или с определениями, извиняюсь, терминами. На соответствии с перетаскиванием, это графический вариант того же самого. Несколько числовых ответов. Объекты на изображении тоже наша доработка. Вообще для медиков делалось. Позволяет, например, с цифрового микроскопа захватить изображение, дальше выделить определенные участки на препарате и отправить преподавателю на ручную проверку. Вместо цифрового микроскопа может быть обычная веб-камера. Иногда используют его для такой простенькой аутентификации дополнительной, что вот, проходя этот тест, пожалуйста, в этом типе вопроса сфотографируйте себя и отправьте преподавателю. Преподаватель сверит с вашей зачеткой, что это действительно вы. Защита не такая надежная, но все-таки чуть-чуть надежнее, чем полное ее отсутствие. Можно преподавать и может дать свою картинку, где нужно что-то пометить. В отличие от автоматических вопросов, перетаскивания текста на изображение, здесь предполагается, что очень большая вариативность. Студент отмечает что-то в графическом виде и преподаватель проверяет это сам уже вручную. Перетаскивание в текст, то есть кусок текста на другой кусок текста. Это маркеров, это, например, контурные карты, там расставьте столицы, где они должны быть, или маркеры государств, там, где они должны быть. Перетащить изображение. Ну, здесь даже такие небольшие тренажеры можно создавать графические. Не знаю, химическая установка, я видел такой тест, химическая установка по синтезу азотной кислоты, и нужно правильно рассчитывать, правильно расположить ее элементы. там, вот эти все колонны, из которых она состоит. И если она, то есть студент это сделает неправильно, не в том порядке, в отзыве появляется такая красочная картинка взрыва, которая символизирует итог такого неверного проектирования. Простой вычисляемый ответ. То есть здесь конкретно известно заранее число, которое нужно ввести. Случайный вопрос с учетом правил выдачи. Это тоже наша разработка. То есть не полностью случайные вопросы будут выбраны из банка заданий, с учетом того, проходил ли, видел ли студент эти вопросы до этого, правильно он на них ответил или нет. Можно настроить, чтобы всегда появлялись те вопросы, на которые в прошлый раз студент ответил неправильно. Но вот если кто готовился к экзамену по ПДД, там именно такой режим. Сначала проходишь всю базу, вопрос на покрытие, такой тоже тут есть, и потом постоянно появляются те вопросы, где ошибся. Вопрос на упорядочивание, числовой ответ, эссе, которое проверяется вручную. И для логических задач вопрос на истинную ложь. Ну давайте мы создадим вопрос множественный выбор. Посмотрю пока ваши вопросы. Если есть банк вопросов, то тест, конечно же, можно сгенерировать на основании этого банка вопросов. Собственно, это и предполагается по умолчанию, что вы сначала заполнили банк вопросов, а потом эти вопросы используете многократно, выбирая, какие вы вопросы возьмете в этот тест, или сколько случайных вопросов из какой темы в данный тест возьмется. 3.6.1 вышло. Да, я так и сказал, что 3.6.1 вышло, но ставить я вам не рекомендую, пока не выйдет 3.6.3+. Ну и даже после этого не рекомендую, потому что это краткоживущая версия. Советую пользоваться 3.5.3. Так, что еще у меня спрашивают? При установке времени доступа к тесту идет приоритет переопределения групп или синхронизации. Не понял вопроса, простите. То есть, если вы устанавливаете время доступа к курсу, то только в это время студенты смогут зайти в данный вопрос. Если вы хотите расставить разное время для разных групп, или, например, поставить, что вопрос открывается, не, тест открывается не раньше, чем через 2 недели после подписки на курс, то вам придется это настраивать не через вот эту вкладку, которую показывал, а через вкладку условия ограничения доступа. Там вы можете такое сделать. Возможности экспорта и импорта, но чуть попозже я вам покажу. Из SCORM нет. SCORM можно применять как пакеты в другом типе элементов. Он так и называется SCORM. Соответственно, если у вас... То есть, дело в том, что SCORM это такая вещь в себе. По сути, это HTML-странички, запакованные в zip-архив, из которых система может вытащить итоговую оценку. Поэтому распотрошить SCORM на банк вопросов не получится. Вы загрузили SCORM пакет, там, предположим, тесты с 10 вопросов находятся. Вот все 10 они отработают и дальше SCORM пакет вернет в систему оценку целиком. Давайте вернемся к нашему множественному выбору. Я выбираю создать вопрос множественный выбор. Система мне попросит указать название вопроса. Обратите внимание, название вопроса студент не видит, но многие пренебрегают, пишут название вопроса что-нибудь абстрактное. Это большая ошибка. Дальше, когда вы будете просматривать отчеты по этим вопросам, аналитику по ним, вам будет очень и очень неудобно, если вы сейчас укажете что-нибудь здесь нечитаемое. Потому что помимо отчета о выполнении, какие попытки студент сделал, сколько времени затратил, какие вопросы достались, как он на них отвечал, система вам считает аналитику по тестологии. То есть коэффициент угадывания, индекс угадывания, коэффициент дискриминации по качеству знаний и на основе них вы можете определять насколько удачный ваш банк вопросов, какие вопросы стоит поменять. Например, если высокий коэффициент угадывания, ну что-то не так, может быть вы подсказываете ответ каким-то образом студенту. Если отрицательный индекс дискриминации, это значит отличники в этом вопросе ошибаются, а двоечники правильно отвечают. Тоже какая-то аномальная ситуация, проверьте вообще как у вас сформулирован вопрос и что у вас помечено как правильный ответ. А если вы название здесь укажете какое-нибудь одинаковое для всех вопросов или непонятное, то для вас вот этот отчет будет таким же непонятным, как и ваше название. Так, у нас курс якобы про Moodle, который мы создаем, соответственно, вопрос тоже должен быть про Moodle. Ну что, чтобы спросить у студента, давайте спросим какие элементы позволяют получить оценку. Оцениваемые элементы это название будет. здесь вопрос, какие из перечисленных автоматически выставить оценку. здесь мы пишем тест, здесь мы пишем а, так, это общий отзыв, не туда. Первый ответ пишем тест, все равно система перемешает порядок ответов, поэтому неважно. Второй мы пишем скажем, лекция, мы ее сегодня не рассматривали, к сожалению, не успеем. Третий мы пишем задание, и четвертый мы пишем форум. Дальше нам нужно расставить правильность. У нас два правильных ответа и два неправильных. Соответственно, мы пишем в правильном ответе 50%, в лекции тоже 50%, а за неправильный ответ нам нужно оштрафовать, чтобы он не получил положительную оценку, если выбрал неправильный ответ. Соответственно, за ответ задания мы оштрафуем, и за ответ форум мы оштрафуем. Дальше, если мы хотим использовать наш вопрос не только как контрольный, но и как учебный, мы можем написать комментарий к каждому вопросу. В тесте мы пишем верно. Тест позволяет автоматически вычислить оценку, но только если он не содержит вопросы с ручным оцениванием. задание пишем также в лекции верно. Лекция позволяет выставить оценку, если содержит карточки вопросы. В задании пишем неверно. задание задание может быть оценено только преподавателем. И в форуме пишем неверно. Хоть форум и позволяет включить оценивание, его необходимо производить вручную. тут мы можем добавить больше вариантов ответа, если захотим. Можем добавить комбинированный отзыв в зависимости от правильности или неправильности частичной правильности. Можем указать штрафы за повторную попытку на уровне настройки каждого вопроса. Можем задать подсказку за каждую повторную попытку, раз уж мы штрафуем. Тегами мы можем пометить вопросы, чтобы нам было легче их искать по базе. Я этого всего делать не буду. Нажму сохранить. Что-то я указал не так. Видимо, что-то обязательно я не указал. А, все. я два вопроса по 50%, но я забыл поставить режим, что допускается несколько ответов. Он мне об этом и сообщил. Теперь уже все получилось. Пока почитаем. Как сделать по умолчанию не набирать ответы? я не помню откровенно вам скажу, не помню можно это сделать или нет, но если можно, то это можно сделать только в меню администрирования модули вопросов в тесте, собственно настройки этого вопроса. Вряд ли где-то еще. Так, у нас какой-то тест создался. мы его сохраним и теперь мы можем его просмотреть, что у нас получилось. у нас здесь по одному вопросу на страницу как мы и хотели. справа у нас навигация мы можем переключаться если бы мы захотели мы поставили режим что назад возвращаться нельзя. Вот первый вопрос который я взял из банка вопроса это как раз вложенный ответ с выбором из меню. Поскольку я администратор я здесь вижу чуть больше чем увидит обычный студент то есть я вижу здесь и кнопку редактирования данного вопроса второй вопрос это выбор одного из возможных вариантов третий вопрос это упорядочивание графическое и собственно четвертый вопрос это тот который мы с вами создали он кстати говоря обратите внимание он помечает закрашенным те вопросы где какой-то ответ есть а вот на первый вопрос я вообще не дал никакого ответа он мне помечает его как пропущенный и вот собственно тот вопрос который мы с вами создали так давайте я вам покажу еще пару примеров тестов и после я отвечу на оставшиеся вопросы и мы с вами будем уже заканчивать у нас уже вебинар длится два с половиной часа так вот здесь у меня пример создан вопрос перетаскиванием текста на изображение это тоже все создается с помощью встроенного конструктора примерно так же как я и делал это с другим типом вопроса но здесь уже вам нужно загрузить картинку и указать ответы расставить их мышкой на свои места и давайте я вам покажу как выглядит отчет о попытках тестирования давайте я отключу редактирование чтобы оно нам не мешалось сейчас вот в этом тесте у нас выполнено 10 попыток я нажимаю попытки я вижу опять же всех студентов которые поучаствовали в этом тестировании я вижу их оценки которые они получили вижу время которое они затратили когда они это сделали и общую статистику что у них там было верно неверно если мне этого мало я могу кликнуть на просмотр попытки и просмотреть более детальную информацию об этой попытке когда она случилась сколько было попыток всего у студента сколько времени на каждую потратил какие вопросы достались как на них студент отвечал также я могу перейти непосредственно к профилю студента и посмотреть более детальные отчеты по самому студенту у нас самые часто используемые отчеты это события это по сути все клики этого пользователя система записывает очень подробно всю информацию что он смотрел и когда и очень часто пользуется отчетом полный отчет он повторяет собой структуру курса но отображает что же студент делал в каждой теме вот мы видим что он ни разу не просмотрел глоссарий ни разу не скачал пример но зато просмотрел один раз гиперссылку в лекции он просмотрел 7 страниц ответил только на один вопрос и ни разу правильно этого не сделал в форуме написал вот такое сообщение поучаствовал в семинаре с перекрестным оцениванием к сожалению не успеем сегодня разобрать его уже попытки тестирования то есть все-все-все что он делал в этом курсе на этом отчете отобразится ну и также если нам нужно посмотреть общие оценки то можете через меню курса так вот они оценки навигация собственно вот этот курс и оценки здесь таблица чем-то похожа на журнал школьный то есть ваши студенты либо группа все материалы курса которые предполагают оценивание на пересечении успеваемость посещаемость и в конце у нас вычисляется итоговая оценка формулу как вычисляется итоговая оценка видите вот здесь вот значок что она вычисляется по формуле вы можете настраивать то есть если я захожу по этому карандашику я вижу правила как у меня будут вычисляться как у меня будет вычисляться итоговая оценка так промахнулся видимо через вот этот интерфейс настройки оценок курса так не сюда вот то есть здесь мы видим все оценки которые у нас есть в этом курсе мы можем их если нужно вручную подредактировать мы можем подредактировать формулу как считается итог и мы можем добавить еще промежуточные итоги они называются категорию как это делается вот у нас есть формула итоговая оценка я могу ее отредактировать и указать сейчас по умолчанию она считает среднее указать для нее правило как она будет вычисляться как она будет вычисляться то есть если я не хочу чтобы она считалась по среднему я могу указать конкретную формулу как будет вычисляться это как будет вычисляться вот это вот этот итог так давайте уже с вами заканчивать если есть вопросы готов на них ответить сейчас немножко подождем может быть кто-то что-то пришлет если нет то еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками желаю всяческих в том числе педагогических успехов в новом году и благодарю за то что вы посетили вебинар досмотрели его до конца два с половиной часа мы с вами проработали и вам спасибо валерий большое спасибо всем за внимание до новых встреч у нас в следующем году запланирован еще один вебинар по опциям для соответствия системе требований в Костри Плюс Наталья по поводу второго уровня это я думаю что можно Павлу отправлять заявки вместе с вопросами которые вы хотели бы подробнее на нем рассмотреть если этих заявок наберется достаточно то организуем еще один вебинар ну а так если у вас будут вопросы у нас есть дистанционный тренинг практикум уже платный и также у нас есть техническая поддержка наши инженеры также на вопросы наших пользователей наших клиентов отвечают так что тоже добро пожаловать всего доброго до свидания